Было лет 19, я изучал молитву. Иду такой за хлебом в магазин, в Тольятти. Думаю о молитве, молюсь, думаю о молитве, молитва такое. И раз, чувствую, что сейчас погибнет моя мать, мой отец и моя сестра. Они ехали в это время на Урал на машине. И выезжает на встречную полосу грузовик. Они заворачивают, он заворачивает. Они в кювет, он в кювет. Грузовик это, блин, знаете, это блин. Из машины блин. Огромная просто машина. Блин из машины сразу превращается в лобовой удар. И мама моя, она смотрит на этот грузовик и мне рассказывает. У нее все похолодело. Такой внутри полностью холод такой. И она чувствует смерть. Все. Все похолодело, холод. Ледяное. Ледяное такое состояние. А я в это время останавливаюсь. Начинаю думать о Боге и молиться. Забываю про все. И раз, чувствую победу. Еще немножко помолился, убедился, пошел дальше. Они разминулись в миллиметр просто с этим грузовиком. Полетели в кювет. Дорога же всегда немножко так выше, да? И они туда. И на четыре колеса прямо. И потом выехали дальше. Зная, что есть верные друзья. А вдруг станет раем. Поль пройдет, как талая вода. Классно? Так действует Господь. Есть такая крикатура. Цапля держит лягушку во рту. А лягушка руками держит за шею. Написано, никогда не сдавайся. То есть у нее голова, а у лягушки уже во рту. Ноги болтаются. И руки через... Цапля же рот такой узкий. И она через это за шею. Не дает, короче, проглотить. Никогда не сдавайся. Сдался? Проиграл. А не сдаваться можно, если ты опираешься на Бога, не на себя. Потому что опираешься на себя, тебя судьба сломает в секунду. Судьба сильнее человека, сильнее души. Судьба сильнее человека. Но, когда душа думает о Боге, судьба слабее человека. Если ты в это время... О Боге также, о верных друзьях. Бог дал друзей, чтобы ты с ним контактировал. Через них, через верных друзей. Легко вспомнить верного друга. Наставника, может, не все могут вспомнить. Природу, может, не все могут, допустим, почувствовать. Вот как этот ветер сильный. Ветер — это сила, побеждающая судьбу. Но ее надо направить правильно. Надо ее принять сначала. Надо радоваться ветру. А потом взять ее против вируса. И он сразу... И пульс пошел вмешаться. Это наука. Изучайте. Силы природы — это хорошая вещь. У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды. То есть, есть благодать всегда Божий. Вопрос как-то, ну, перевариваешь ты ее или нет. Если я, допустим, на Северном Ледовитом океане, там белые медведи переваривают. Нормально. А ты, может, и не перевариваешь. Ну и не лезь туда тогда. Что тебе туда понесло? Вот. Ну, шквальный ветер не можете переваривать? Ну, не лезьте. Не надо. Поберегите себя. Но не думайте, что это плохая погода. Это не плохая погода. Это хорошее, но не для вас. Потому что вы неправильно живете, не укрепляете свой организм. Женщина через веру укрепляет, мужчина через силу, через волю. Женщина из веры, она тоже может не сломаться под ветром. Если она верит, что она защитит наставники, Бог защитят, она верит. И через веру у нее все получается у женщин. Через веру. Я видел такой случай, обезьяна прыгнула, большая обезьяна на маленького ребенка. Ребенку три года. Обезьяна прямо прыгнула. У нее когтя, она может все порвать просто когтями. Очень страшное животное обезьяна. Кусок мяса может руками, зубами вырвать в секунду. Она на ребенка прыгает. Мать находится на расстоянии 20 метров. И такой не крик отчаяния, не крик отчаяния, не крик мольбы, а просто крик победы. И обезьяна такая опа и убежала. Ничего не сделала ребенку, просто прыгнула и убежала сразу. Женщина победила обезьяну верой. Просто ничего не будет с моим ребенком. Аааа на нее. Испугались? Такой крик. Аааа! Такой. Обезьяна. Опа. Тю-дю-дю. Тю-дю-дю. Пошло.